Премьер Николай Азаров на заседании Кабмина высказался так, что произошла виртуальная полемика между двумя политиками. В понеделок на зустрече с иноземными послами я испытал их. Як бы ваны поставилось, припустимо, до блокования в Белого Дому, а бы офису канцлера Немеччины. Посол Немеччины ведь повил, так и не можу его в цивилизованной европейской державе. Не можу его. А мы тогда в якой державе, то я пытаю, на який европейский шлях ведут Украину организаторы в уличных протистояниях. Они мают честно вызнатые, что борются не за европейские ценности, а за владу и только за владу. А вот что сказал Николай Азаров об экономической составляющей, о местных властях и возможных угрозах. Особо звертаю увагу тих окремых мясовых громад на заходе краины. Д. Окремы подкреслю, единичные приклады, которые мясовая влада припинила работу для участи в протестах. Такая аморальность и безвеповедальность мясовых чиновников может призвести до того, что на центральном уровне кошки будут выделены, проте на мясовом уровне они в связку с непрацующей мясовой владой просто не дейдут до тримачев. Чи зможут коммунальные керетивники по всей краине працувати, якщо саботажники перекрыть им доступ до финансово-материальных ресурсов? Я снова адресую це питання тим, хто закликає до хаоса. Невже ви берете на себе відповідальність для наслідки для людей пахіву віку і дітей, які не можуть обійтись без підтримки держави? Азаров выразил готовность сесть за стол переговоров в случае разблокирования админзданий і недопущення к митингам провокаторів. В цьому він заверив генерального секретаря Совета Европи Турбіона Ягландо. А також обеспечить максимальну прозрачность переговорів і включить оппозицію в состав Следственной комісії по расследованию разгона Евромайдана Беркутом. Дякую за переговори!